МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Она не может столько вылить воды. Это Олимпийский бассейн каждый день будет сливать туда. Это необоснованная сумма, необоснованная цифра. Жители города Березовского обязали платить за грязную воду без согласования с плательщиками. Даже при условии приведения к прожиточному на территории минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации будет в два с лишним раза меньше, чем в Китае, в котором населения значительно больше. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, а по этапным приравниваниям к 2019 году минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума. Мы на горе всем буржуем! Мировой пожар раздуем! Ура, товарищи! К юбилею Великого Октября в Минусинском драматическом театре воссоздали события вековой давности. Новые поборы. Жители города Березовский, Свердловск области, обнаружили новую графу в платежке ЖКХ. С июня месяца им теперь начисляют около 30 рублей с каждой квартиры за отведение сточных вод на содержание общего имущества. Если говорить понятным языком, за слив воды, которая используется при уборке подъездов. Подробнее расскажет Гера Татарцева. Жители поселка пытались выяснить, за какие именно новые услуги им приходится платить. Но у сотрудников управляющей компании нет времени, чтобы пообщаться с плательщиками. В ЖКХ сколько раз ходило, их там ничего не поймешь. Нашей съемочной группе удалось выяснить, откуда появилась новая графа. 1 июня 2017 года вступили в силу изменения в постановлении правительства о порядке предоставления коммунальных услуг. Соответственно, эта графа новая, она звучит как отведение сточных вод. Было не совсем логично, что мы брали за содержание, в статье о содержании общего имущества, брали за холодную воду, за горячую воду и не брали за водоотведение. Законодатель это все исправил. Но такое объяснение вовсе не устраивает жителей. Они готовы платить, но цена несоразмерна услуги. У нас подъезды сколько? 12 квартир получат? 4 подъезда, 48 квартир. Вот скажем, по 30 рублей, так это посчитайте в месяц, а в год? То есть это, грубо говоря, 30 литров воды, и вот эта плата складывается в среднем от 40 до 60 рублей в месяц с каждой семьей. Она не может столько вылить воды, это Олимпийский бассейн каждый день будет сливать туда. Это необоснованная сумма, необоснованная цифра. Коммунисты Свердловской области уже взяли на контроль обращение жителей Березовского. Я в том числе готов рассмотреть вот то заявление жителей по результату нашей сегодняшней с вами встречи, рассмотреть вот эти платежки, заявления и защитить их интересы. Каждый год в стране повышаются тарифы ЖКХ и появляются новые услуги. При этом, как показывает практика, цены на них обычно завышены, а качество оставляет желать лучшего. Гера Татарцева, Красная линия. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Решение о повышении уровня МРОД поддержали все фракции Госдумы. Согласно закону, повышение планируется реализовать в два этапа. С 1 января 2018 года МРОД будет установлен на уровне 85% от прожиточного минимума, а с января 2019 года сравняется с ним. В Государственной Думе принятие закона уже назвали историческим событием. Правительству понадобилось 15 лет, чтобы решиться на этот шаг. Предусмотрена норма, что в случае снижения фактического прожиточного минимума величина МРОД не будет уменьшаться. При этом отмечается, что МРОД будет устанавливаться по прожиточному минимуму второго квартала предыдущего года. Законопроект затронет 4 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона в бюджетной сфере. Между тем, правительство одной рукой раздавая щедроты, другой рукой инстинктивно прикрывает карман. До 1 января 2021 года набор потребительской корзины не будет пересматриваться. Размер потребительской корзины и минимального размера оплаты труда был бы более-менее реальным, если бы мы члены трехсторонней комиссии правительства Российской Федерации привязали как раз к нему. И попросили на месяц прожить на минимальный размер оплаты труда. Не менее спорен и другой момент. Размер прожиточного минимума будет определять само правительство. У нас прожиточный минимум, как уже было 2 квартала в 2016 году, почему-то снижались. Извините, парадокс, но это происходило, и поэтому быть уверенным в том, что благосостояние народа резко возрастет, не приходится. Что такое наш прожиточный минимум? Это черта крайней нищеты. Фактически минимум для физиологического выживания человека. Мы считаем, что было бы правильно зафиксировать это в законе. Ну, хотя бы, например, на уровне 40% от средней по стране заработной платы или по региону. Это было бы более справедливо и более разумно. Кстати, расходы по увеличению МРОД лягут не только на федеральный бюджет, но и на регионы. Поровну. 50 на 50. Алексей Шабалдин, Регина Лисаченко, Красная линия. 6 ноября выдающемуся российскому политику Геннадию Селезневу исполнилось бы 70 лет. В честь юбилейной даты в Госдуме открылась выставка, посвященная Геннадию Николаевичу. Геннадий Селезнев был депутатом Государственной Думы первых четырех созывов. Во втором и третьем созыве избирался председателем Нижней Палаты парламента. Те, кто был лично знаком с Геннадием Селезневым, характеризуют его как решительного и смелого человека. О личных качествах политиков вспоминали его коллеги и однопартийцы. Все эти годы, все эти должности, они не нанесли на него того бронзового налета, который бы отстранял его от людей. Несмотря на то, что Геннадий Селезнев возглавлял российский парламент, не в самое простое для страны время он был настоящим дипломатом. Коллеги называли его мастером компромисса. Спокойный голос, уравновешенной позиции, он как бы равновесил и балансировал все противостоящие стороны. А политическое многообразие тогда было ого-го. В 2015 году Геннадия Селезнева не стало. До своего 70-летия он не дожил всего лишь два года. Коротко о других новостях в стране. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Аганесян признал свою вину по делу о мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Речь идет о хищении денежных средств в размере более 50 миллионов рублей. Подсудимому грозит до 10 лет заключения. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе отмечается, что пробный сбор сведений о населении будет проводиться в октябре 2018 года. Руководители бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, уволены и понесли дисциплинарные наказания. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Напомним, в начале ноября следователям удалось найти все многомиллионное состояние Дмитрия Захарченко. Басманный суд Москвы арестовал квартиру, автомобиль и денежные средства режиссера Кирилла Серебренникова. Напомним, он обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на культурный проект платформы. 4,5 миллиарда рублей было потрачено на проведение фестиваля молодежи и студентов Сочи. Россия вновь показала, что проведение международных мероприятий является приоритетом в государственных расходах. Но лишь малая часть этих средств пошла действительно на обеспечение традиционной для этого фестиваля повестки дня. Всемирный форум левых организаций, который удалось все же провести на фестивале, оказался в информационном вакууме. Фестиваль стал одним из значимых событий при подготовке к празднованию столетия Великой Октябрьской социалистической революции, так как левые идеи в мире как никогда популярны. Шоу должно продолжаться. Пожалуй, это самое точное определение для стороннего наблюдателя. Режиссеры фестиваля будто соревновались в профессиональном мастерстве с организаторами Олимпиады 2014 года. И открытие, и закрытие сделали в виде грандиозного представления, от которого у любого участника дух захватывало. И словно появление белой вороны на этом празднике спецэффектов прозвучал голос президента Всемирной Федерации демократической молодежи Николаса Пападимитрио, который говорил о революции, социальной несправедливости, империализме. На трибунах иностранцы яркие безрукавки, а красного сектора с комсомольцами для телекамер федеральных СМИ будто и не существует. Вот они, эксклюзивные кадры того, что не попало в официальное телешоу. Россия! Молодость! Социализм! Десятки площадок для ученых, деятелей культуры и образования, для выставок из российских регионов и вот этот, красный 12-й сектор. Место, которого старались тщательно избегать российские журналисты. Суть и дело, у нас огромная экспериментальная площадка. Как убеждать, как работать с молодежью, которая подвержена тому влиянию, которое создает капитализм, которое создает масс-медиа. Впрочем, официальные масс-медиа, конечно, постарались. Праздник без политики и показали в сотнях репортажей на всех российских телеканалах. Была попытка замолчать главные проблемы, прекрасно понимая, что сегодня империализм развязывает новый конфликт. Сегодня бушует всемирный кризис, который угрожает безопасности всех людей доброй воли. Накануне закрытия фестиваля левые обсуждали итоговую резолюцию 19-го фестиваля молодежи и студентов. Во-первых, подчеркнули, что стержневой концепцией фестиваля была, есть и будет борьба с империализмом. Второй момент, который также нашел свое отражение в резолюцию, это неприятие участия фестиваля ряда представителей крайне правых и профашистских организаций. В-третьих, делегаты призвали поддержать оккупированные территории. И обо всем этом снова говорил президент Федерации демократической молодежи Николас Папа Дмитрию на итоговом фестивальном митинге. Это событие российские СМИ тоже предпочли не заметить. Итак, за мир, солидарность и социальную справедливость. Мы боремся вместе против империализма. Да здравствует 19-й фестиваль молодежи и студентов. Премьеру специального репортажа Андрея Дружинина. Фестиваль, который не показали. Смотрите на сайте нашего телеканала airline.tv Конгресс США согласовал законопроект, определяющий оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год. В него вошли статьи о выделении средств на так называемое противодействие России в Европе. На эти цели предусмотрено направить порядка 4,5 миллиардов долларов. Коротко о других новостях в мире. Сирийская армия завершила операцию по освобождению от боевиков города Абу-Кемаль. Там находился последний крупный форпост на востоке страны запрещенной террористической группировки «Исламское государство». Сейчас военные зачищают Абу-Кемаль от мин и взрывных устройств. В Каталонии продолжается массовая забастовка. Тысячи людей заняли центральные площади, а также оккупировали крупнейшую железнодорожную станцию города. Манифестанты требуют от Мадрида приостановить действия 155-й статьи Конституции, ограничивающей самоуправление в автономии. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай историческим. По его словам, Китай и Америка вступили в новый этап отношений. Стороны подписали ряд торговых соглашений на общую сумму более 250 миллиардов долларов. Полиция Колумбии изъяла у наркоторговцев 12 тонн кокаина. Об этом заявил президент Хуан Мануэль Сантос. По его словам, это самая крупная партия наркотиков в истории страны. Расфасованный в целлофановые пакетики кокаин был спрятан на территории банановых ферм. К юбилею Великого Октября в Минусинском драматическом театре воссоздали исторические события вековой давности. Постановка, посвященная революции, прошла в рамках Всероссийской ночи искусств. Спектакль собрал аншлаг. Подробности у Георгия Крысенко. Постановочная революция в отдельно взятом театре началась поздно вечером. Зрителей встречали революционные матросы и солдаты. Звучали лозунги, стихи и песни, популярные в начале 20 века. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Ура, товарищи! Никаких ограничений для творчества у создателей не было. Реквизиты костюмы отлично сохранились в театре с советских времен. Нам интересно прежде всего это судьба человека. Судьба обычного русского человека, который попал в те времена в такие ситуации, в такие события. Революция, между тем, перетекла из фойе в большой зал, где развернулись основные события. Стоять! Кончилось ваше время, буржуи! Погляд! Одним из главных героев авторы сделали молодого паренька, который с планшетом в руках искал ответы на вопросы о событиях столетней давности. Мне очень нравится, как преподносится материал, как выкладываются актеры, что звучат стихи поэтов Серебряного века. Зрители оценили постановку. В зале был аншлаг. Актеров провожали овацией. Потому что для нас это имеет большое значение, для нас, как патриотов страны, мы должны знать свою историю. Минусинский драмтеатр выбрали для постановки не случайно. Ровно сто лет назад именно здесь местный совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки. Георгий Крысенко, Кирилл Гуцков, Красная линия. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал Игорь Негода.